Что я наделал? Сейчас я скажу вещи, которые многим не понравятся, но Bitcoin Bull Run не будет продолжаться вечно. Однажды он закончится большим крахом. Так, например, было в 2017 году, когда мы упали с 20 тысяч долларов до 3 тысяч долларов. Или, например, в 2021, когда мы упали с 69 до 15 тысяч долларов. Было множество людей, которые купили на пиках и продали на этом падении. Это разрушило множество жизней. И я надеюсь, что это видео предотвратит разрушение твоей. В этом видео я не буду сеять безудержный оптимизм, как это делают другие на бычьих рынках. Крича о том, что Bitcoin будет 500 тысяч долларов, миллион долларов и даже 15 миллионов долларов в этом цикле. Я думаю, что Bitcoin может осилить такие отметки, но в будущем. В этом же видео я не буду говорить то, что ты хочешь услышать. Я буду говорить то, что ты должен услышать. Поэтому надеюсь, что ты поддержишь это видео лайком за мою искренность. Мне будет очень приятно. Если же моя искренность местами покажется грубоватой, приношу свои извинения заранее. Я не хотел никого обидеть. Итак, разберем основную ошибку новичков и не только на булране, которая приводит к краху всего, о чем ты мечтал весь медвежий рынок. Это отсутствие плана выхода и целей роста на булран. Худшее, что ты можешь сделать в этом цикле, это попытаться выжать из него все до последнего цента. Никто не сможет точно определить время достижения пика и конкретную цену пика вплоть до последнего доллара. Мы можем лишь обозначить признаки этого пика. Поэтому выбирай уровни фиксации прибыли и придерживайся этого плана, когда придет время. По-хорошему, ты должен был наметить эти цели еще на медвежьем рынке. Каждый цикл люди говорят, что они выйдут из рынка, как только получат судьбоносное богатство. И каждый цикл те же люди становятся все жаднее и жаднее. С каждым новым историческим пиком они говорят себе, подожду еще, а вдруг еще вырастет. В итоге они отдают большую часть прибыли обратно рынку. Максимум, что у них остается, это скриншоты о том, как было здорово, такого-то числа, такого-то года. Если ты заработаешь деньги, которые способны изменить твою жизнь, используй их для того, чтобы реально изменить жизнь. Купи дом, выплати долги, осуществи мечту, досрочно отправь родителей на пенсию. Не делай круг за кругом одно и то же, чтобы снова не тратить следующие 4 года на размышления о том, что и как могло бы быть. Из-за того, что эйфория снова вскружила тебе голову и заставила позабыть обо всем, кроме твоей жадности. Но самое важное, я должен это подчеркнуть. Никогда, никогда не продавай все свои биткоины. Это будет второй твоей ошибкой. Итак, биткоин коснулся 90 тысяч долларов. И даже по отношению к золоту он, наконец, достиг исторического пика. Мы говорили о том, что биткоин должен догнать золото, чтобы мы по-настоящему говорили про новый исторический пик цены. Что ж, теперь официально биткоин достиг исторического пика во всех отношениях. Единственное, я ошибся насчет цены. По моим подсчетам, чтобы это случилось, биткоин должен был достигнуть 99 тысяч долларов. Но ему хватило и 90 тысяч долларов. На этом фоне на рынке разыгралась безумная фома. Синдром упущенной выгоды, таких масштабов, которые можно назвать воистину историческими. Фома разыгралась такое, что люди, которые последние 2 года даже не вспоминали про крипту, внезапно снова начинают задавать вопросы. На протяжении 5 лет я говорил своим коллегам по работе, покупайте биткоин. И они только что купили. На прошлой неделе спотовый биткоин ETF от BlackRock iBit за 35 минут торгов преодолел торговый объем в 1 миллиард долларов. Это колоссально. Это не фома, это мания. Почему это происходит? Потому что мы только что легализовали, как думает рынок, пока это еще не произошло, криптовалюту в США впервые в истории. А почему бы рынку так не думать после победы Дональда Трампа, после всех его обещаний? И даже после победы на выборах, Дональд Трамп и Илон Маск анонсировали новую структуру Департамента эффективности государственного управления. В английском языке это название образовало аббревиатуру Doggy Coin. А вот что пишет бывший руководитель управления по обеспечению соблюдения правовых норм комиссии по ценным бумагам и биржам США SEC. Реальность в том, что люди высказались на выборах и теперь SEC должна прекратить свою войну против криптовалюты, а Гэри Гэнслер должен уйти в отставку. Я полагаю, теперь только на Луну. Естественно, после такого люди теперь ожидают 250 тысяч долларов за биткоин в этом цикле. Я тоже думаю, что биткоин может достигнуть такой отметки в будущем, но явно не через месяц. Я был бы готов к тому, что такое может произойти в следующем цикле. Но речь идет не только о розничных трейдерах, как этот человек под псевдонимом Sideways. Мы говорим и про институционалов тоже. Институциональные инвесторы тоже впали в колоссальное фома, и это видно по акциям, которые связаны с криптовалютами. Микростратегия достигла нового исторического пика, а акции майнеров бьют рекорды. Coinbase взлетает на 20% за сутки. И это все после того, как биткоин вырос с 49 тысяч долларов всего лишь 2 месяца назад, до почти 90 тысяч долларов несколько дней назад. Это 85% роста. На этом фоне индекс страха и жадности биткоина достигает опасной отметки 84 пункта. Это экстремальная жадность инвесторов. Многие мои друзья и коллеги, которые обычно никогда не обсуждали криптовалюту, уже спрашивают, пора ли покупать биткоин. И сейчас я не буду убеждать тебя, что биткоин покупать нужно, потому что уже завтра он достигнет 1 миллиона долларов. А значит, какая разница, по какой цене его покупать? 50 тысяч долларов, 60, 80, без разницы. На самом деле в этом есть какая-то доля правды. Но тем не менее, в тот момент, когда мы станем слишком самоуверенными или жадными, рынок напомнит нам, кто здесь главный. Именно поэтому покупать биткоин нужно тогда, когда индекс страха и жадности падает до 20 и даже ниже. Вот этот диапазон для покупок. Диапазон экстремального страха. Когда же он находится в диапазоне от 80 до 92, это уже повод быть осторожнее. Сейчас мы выше 80. Обычно это диапазон для получения прибыли, когда появляется множество людей, которые готовы купить у тебя намного дороже то, что ты купил намного дешевле. Главный вопрос. Стоит ли покупать биткоин сейчас? Ответ до невозможности простой. Нам давали время купить. Вот здесь. На медвежьем рынке 2020 года. Покупай сколько хочешь. Хоть тут, хоть тут, хоть тут. Без разницы. Нам даже дали последний шанс. 9-ти месячные накопления возле исторических пиков предыдущего цикла. 9 месяцев мы могли покупать. Хоть здесь, хоть здесь. Без разницы. Это тоже было время для покупок. Сейчас же время для прибыли. Также очень важно, особенно для новичков. Это 200-недельная скользящая для биткоина. Она показывает среднюю цену биткоина за 200 недель. Лучшее время для покупки биткоина наступает тогда, когда рыночная цена биткоина касается этой линии, и особенно если проваливается ниже. У нас был достаточно продолжительный момент вот здесь, когда мы могли купить. И это исторически лучшая цена для биткоина. Эта линия, как ты можешь заметить, действует как магнит для цены биткоина. Если цена биткоина падает ниже нее, она всегда притягивается вверх к этой линии. Если цена биткоина взлетает выше этой линии, она всегда притягивается вниз к этой линии. По завершению этого бычьего рынка, когда цена достигнет своего пика, она обязательно вернется к этой линии, где бы она ни была на тот момент. Когда она ее коснется снова, это будет лучшей исторической точкой входа в биткоин. Это нас ожидает в будущем. Однако, хочу отметить, что накапливать биткоин, как долгосрочный инвестор, никогда не поздно. И даже сейчас его можно купить, если ты готов держать его в ближайшие 5 лет. И учти, какой-то период тебе придется держать с убытком. Если ты готов к этому, ты можешь покупать. Снова напомню, никогда не продавай все свои биткоин. Ты об этом пожалеешь еще не раз, если это сделаешь. Не финансовый совет, естественно, я всего лишь парень из интернета, который собирает публичную информацию в кучу и подает ее в одном видео. Но означает ли это, что биткоин достиг своего пика? 90 тысяч долларов – это был пик или нет? Данные показывают, что еще нет. Поговорим сначала про эйфорию, которую все ощущают. Сейчас вопрос упирается в то, по какой цене долгосрочные инвесторы готовы фиксировать свои прибыли. Эта цена называется зоной эйфории долгосрочных инвесторов. На графике она отображается синим цветом. Когда мы входим в эту зону синего цвета, цена биткоина взрывается в последний раз в каждом отдельном цикле. Смотри, синяя зона – взрыв цены, синяя зона – взрыв цены и так далее. В прошлый раз это произошло вот здесь, на пике прошлого цикла. Синя зона – взрыв цены почти на 200%. Нужно отметить, что с каждым циклом доходность этого взрыва падала, причем значительно. Здесь мы видели 17 тысяч процентов, здесь почти 7 тысяч процентов, здесь полторы тысячи процентов и, наконец, последний всего лишь 200%. Как ты видишь, в этом цикле мы еще не вошли в зону эйфории долгосрочных инвесторов. Когда этот график перейдет от зеленого к синему, это и будет началом финального рывка. Судя по этому графику, это должно произойти после того, как эта зеленая линия пересечет вот эту штрихпунктирную. Это достаточно близко. Этот трейдер предполагает, что на этот раз нас ожидает финальный взрыв на около 100%, что приведет цену биткоина к отметке в 200 тысяч долларов. Что ж, вполне себе правдоподобно. Я решил спросить у чат GPT, что будет в нашем цикле. Я вел данные предыдущих циклов и спросил, насколько биткоин вырастет в этом. И вот, что мне сказал чат GPT. Рост в этом цикле может быть в пределах 20-30%. Это финальный прыжок биткоин. Всего лишь 20-30%. И если на момент перехода в зону эйфории долгосрочных инвесторов он будет стоить 90 тысяч долларов, то рост на 20-30% приведет нас к отметке в 108 тысяч или 117 тысяч долларов за монету. Не так много, как говорят все, да? Про 200-500 тысяч долларов. Это более холодный расчет искусственного интеллекта, который не умеет испытывать эмоции. Пока что. Но как близки мы к зоне эйфории? Об этом нам может рассказать этот график Nupal. Nupal это метрика для биткоина, которая отражает чистую нереализованную прибыль или наоборот убыток. Смотря какой у нас рынок, медвежий или бычий. Эйфория начинается тогда, когда этот индикатор превышает 74 пункта. Пик каждого цикла наступал, когда этот индикатор касался или превышал 80 пунктов, как мы видим. Посмотри, вот мы достигли 80 пунктов, получили пик. Достигли 80 пунктов, получили пик. И так далее, и так далее. На данный момент мы видим, что этот индикатор составляет 61 пункт. До зоны эйфории долгосрочных инвесторов еще 13 пунктов. А до зоны пика всего цикла целых 20. Так что это, скорее всего, еще не пик цикла. Теперь, одним из самых классных индикаторов для определения вершины является P-Cycle Top. Тоже отличная метрика, которая показывала пики в прошлом. Это один из лучших индикаторов. Каждый раз, когда желтая линия пересекала зеленую снизу вверх, наступал пик рынка. Так было, например, вот здесь, как ты видишь. Вот здесь, тоже видим то же самое. Вот здесь, абсолютно та же картина. И, наконец, последний раз вот здесь. Пересечение пик цикла. Но мы также видим, что этот индикатор немного опаздывает. Например, сначала у нас наступает пик цикла, затем пересечение. Сначала пик цикла, затем пересечение. Пик цикла, затем пересечение. А в 2021 году, например, у нас был второй пик цикла уже после того, как случилось пересечение. Однако, даже в этом случае, это пересечение предупредило нас о том, что эти ценовые уровни являются диапазоном пика всего цикла. Я говорю диапазоном, потому что конкретную цифру пика этот индикатор не даст. Он дает лишь диапазон значений цены, которые должны нас уже насторожить. Что происходит прямо сейчас? Как ты видишь, никаким пересечением и близко не пахнет. А значит, и пик цикла еще не наступил, если верить этому индикатору. Теперь я хочу поговорить про другие технические индикаторы. Например, про индекс относительной силы. Для биткоина он еще не перегрет, как ни странно. И составляет около 70 пунктов. Индекс относительной силы биткоина достигал 70 пунктов лишь дважды. И каждый раз после этого цена еще имела импульс для финального рывка. Однако после этого импульс иссякал. TechDev пишет, что этот импульс иссякнет в районе 120 тысяч долларов. Похоже, его может хватить для того, чтобы отрисовать вот эту четвертую зеленую свечу, как это было в прошлых циклах. Об этом пишет Стив Кортни из крипто Крю Юниверсити. Сейчас мы находимся на третьей свече. Если говорить про макроэкономику и ликвидность, ФРС США продолжит снижать ставки. Это говорит о том, что глобальная ликвидность продолжит расти. Обрати внимание, насколько она уже выросла вот здесь. А ведь совсем недавно мы говорили о ее развороте вот здесь. Прямо в точке разворота мы это разбирали. С тех пор, как этот разворот произошел, Тесла прибавила 450 миллиардов долларов капитализации, биткоин добавил 1 триллион долларов капитализации и так далее. Мы увидели один из величайших подъемов в истории рынков, как фондового, так и криптовалютного. Обрати внимание, циклу ликвидности еще есть куда расти. И этот график говорит о том, что цикл ликвидности достигнет пика в 2026 году. Достигнет ли криптовалюта и биткоин пика в 2026? Исторически таких длинных бычих циклов не было. Если это случится, получается, что этот бычий цикл для биткоина станет самым длинным в истории. Вот это уже точно можно назвать суперциклом. Но если это произойдет, это будет беспрецедентный случай для криптовалюты. Такое мы увидим впервые, и это может полностью разрушить все правила, по которым криптовалюта существовала раньше. P-Cycle ТОП перестанет работать, 4-летние циклы перестанут работать и так далее, и так далее, и так далее. Именно на этот случай мы и должны держать хотя бы часть своих биткоинов. Именно поэтому нельзя продавать свои биткоины до самого нуля. Теперь социальная часть вопроса, которая тоже играет огромную роль в каждом цикле биткоина. Ведь без участников рынка и свежей крови ни о каком росте речи идти не может. Биткоин достигал 90 тысяч долларов, но среднее количество просмотров криптовалютных каналов на ютубе составляет всего лишь 30% от того, что было на пике 2021 года. Посмотри, вот где мы сейчас находимся и где были на пиках прошлого цикла. Это явно не то, что мы хотели бы увидеть на пике цикла, не так ли? Мы должны увидеть как минимум такую же активность, а еще лучше, активность гораздо выше предыдущего пика. Однако мы уже видим скачок по этому показателю. В последние дни, обрати внимание. Такой же скачок я вижу и по социальной активности на Reddit. Еще в начале ноября на каждый пост было по 400-500 комментариев, но сейчас мы видим рост этого количества до 2-2,7 тысяч комментариев. Это рост активности примерно в 5 раз. И я точно не помню, но в 2021 году количество комментариев превышало 20 тысяч на каждый пост. Что практически в 10 раз больше, чем сейчас. Это тоже может говорить о том, что пика цикла еще не было. Следующий очень интересный индикатор это рейтинг криптовалютных приложений в Apple Store или в других магазинах приложений. Например, одно из самых популярных приложений Coinbase за одну неделю взлетело с 475-го места до 33-го места в Apple Store. Когда оно достигает топ-1 и держится там достаточно долго, то скорее всего рынок достиг своего пика. Так что следим за этим. На пике прошлого цикла криптовалютные приложения всегда занимали топы в магазинах приложений. Сейчас мы видим, что интерес розничного инвестора тоже начинает расти. Это популярность поискового запроса Bitcoin в Google Трендах. Как ты видишь, мы выросли до отметок предыдущего пика вот здесь в марте 2024-го. Что интересно, именно в марте 2024-го мы достигли локального пика после вот этого огромного забега. Как ты видишь, после этого мы перешли в консолидацию, в боковое движение, где просто накапливались. Так что это очень интересное замечание, которое может привести к тому, что 90 тысяч долларов могут оказаться локальным пиком для биткоина. Однако, как я думаю, настоящий пик всего цикла будет ознаменован взлетом этого графика не просто до исторических отметок интереса, которые мы видели в 2018-м году, но и гораздо-гораздо выше этих отметок. Кстати говоря, в 2021-м году мы не преодолели такой же уровень интереса, как в 2018-м. Итак, мы понимаем, что этот цикл, скорее всего, еще не достиг своего пика. Но тогда почему в последние два дня биткоин затормозился и показывает признаки слабости? Сейчас цена находится в боковом консолидирующемся движении. Как я уже говорил, когда все становятся очень жадными, рынок напоминает нам, кто здесь босс. Это во-первых. Во-вторых, есть несколько моментов, которые напугали инвесторов и трейдеров. И первый это MTGOX, который снова задвигал свои биткоины между различными адресами. Естественно, люди предполагают, что MTGOX готовится продавать свои монеты по этим ценам. Во-вторых, это доминирование тезера USDT, крупнейшего стейблкоина на рынке. А это очень важный показатель, так как весь рынок регулируется свопами, то есть обменами монет в стейблкоины и из стейблкоинов. Когда все продают, доминирование тезера растет. Когда все покупают криптовалюту, то есть меняют USDT на крипту, доминирование тезера падает. На графике доминирования тезера мы видим огромную 7-летнюю линию поддержки. В прошлом, когда USDT достигал этой линии поддержки, как ты видишь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь, он всегда отскакивал вверх, что приводило к краткосрочным коррекциям на рынке. Если мы сравним моменты, когда доминирование тезера отскакивало от этой линии с графиком цены биткоина, то мы увидим, что каждый раз это сопровождалось локальным пиком биткоина. Естественно, сейчас, когда мы увидели, как доминирование тезера достигло этой 7-летней линии поддержки и уже даже немножко отскочило от нее, трейдеры испугались, что это локальный пик. Именно поэтому сейчас биткоин затормозился. Но есть и хорошая новость. Если вдруг случится такое, что доминирование тезера впервые за 7 или 6 лет пробьет эту линию поддержки вниз и улетит дальше, я боюсь представить, что будет с биткоином и криптовалютами. Это будет параболический взрыв. Поэтому обязательно следи за этим графиком доминирования тезера USDT. Он подскажет тебе, что будет дальше. Третья причина текущей коррекции – это то, что некоторые крупные майнеры начали фиксировать прибыли. Мы видим это по балансу биткоинов, который здесь обозначен синим графиком. Как ты видишь, вот здесь он начал падать в то время, когда цена начала расти. Это означает, что майнеры начали продавать. Пока что эти продажи небольшие. Посмотрим, что будет дальше. И, наконец, четвертая причина текущего отката цены биткоина – это обновление данных по CPI 13 ноября. То есть уже сегодня. Именно поэтому сегодня мы увидели эту небольшую распродажу. На самом деле это достаточно привычное движение перед публикацией отчета CPI. И если инфляция окажется лучше ожиданий, то, скорее всего, это даст топливо для того, чтобы биткоин снова начал расти. Но я думаю, что важность данных по инфляции сегодня уже намного ниже, чем это было до сих пор. До первого снижения ставки рынок очень сильно беспокоился об этом. Потому что данные по инфляции определили бы то, что начала бы делать ФРС США. Продолжала бы держать ставки высокими или начала бы их снижать. Но теперь у нас уже было два снижения ставки. А ФРС США, скорее всего, продолжит снижать ставки и в следующем году. По крайней мере, об этом говорил Джером Пау. Но с тех пор у нас уже были выборы в США, на которых победили прокриптовалютные кандидаты. Как на пост президента, так и в палату представителей, так и в конгресс. Но на самом деле, самая большая и главная история, о которой многие забыли, это биткоин-халвинг. Мы не раз говорили, что самые большие движения цены начинают происходить спустя 180 дней после халвинга. Так было во всех циклах. Вот сравнение текущего цикла. Синий график с предыдущим. Сиреневый график. И мы видим, что текущее движение цены биткоина следует за предыдущим движением. Мы даже взрываемся приблизительно в одно и то же время. Практически спустя полгода после халвинга. Почему это происходит именно спустя полгода после халвинга? Потому что именно к этому моменту накапливается шок предложения биткоина. Когда при текущих ценах, вот здесь, предложения просто не хватает для того, чтобы удовлетворить спрос. И это видно на этом графике. Посмотри, что происходит с балансом биткоинов на биржах, даже когда цена биткоина еще не росла. Да эти биткоины просто высасывались с биржи. Поэтому спустя полгода после халвинга биткоин приходит к моменту, когда ему необходимо восстановить ценовое равновесие между спросом и предложением. Единственный способ сделать это – поднять цены, что обязательно приводит к мании, синдрому упущенной выгоды, пузырю на рынке. Из-за того, что программный код биткоина обеспечивает халвинг каждые 4 года, у биткоина просто не остается выбора, кроме как раз в 4 года надувать пузырь, который является абсолютно предсказуемым. А значит, к нему можно подготовиться, просто-напросто накапливая биткоины в момент консолидации. Посмотри, вот 9-месячная консолидация. Во время всей этой консолидации мы наблюдали грандиозное падение запасов биткоинов на биржах. Это означает, что крупные игроки BlackRock и другие все это время накапливали биткоины. Спустя полгода после халвинга шок предложения заставляет его восстановить баланс между спросом и предложением, и мы видим это прямо сейчас. И это беспрецедентный случай, ведь в мире никогда раньше не было такого актива, в котором создание нового предложения сокращалось бы вдвое каждые 4 года. Мы видим, как этот сценарий отрабатывал раньше, в 2020, в 2016, в 2012 и сейчас в 2024, и он будет отрабатывать и дальше в 2028. Именно поэтому все это видео я говорил о том, что если ты готов стать долгосрочным инвестором, если ты готов в ближайшие 4 года держать убыток, ты можешь покупать биткоин хоть по текущим. Не важно, ведь биткоин халвинг обеспечит твое будущее как долгосрочного инвестора. И мне очень понравился твит Эндрю Тейта насчет этого. К этому человеку можно относиться по-разному, я много слышал о нем и хорошего, и плохого, и кое-что мне тоже не нравится. Но этот пост мне понравился, эти слова мне импонируют. Он пишет, настоящий биткоин был ран начнется тогда, когда средний холдер поймет, что биткоин не за что продавать. За что? За фиат? Фиат это мусор. Цены всего на свете по отношению к биткоину падают. Тогда почему? Не стоит его держать. Он дефляционный. Ты не можешь обменять биткоин на другие инвестиции, потому что все они падают по отношению к биткоину. Холд навсегда, иначе я не смогу себе позволить ни одного биткоина. Когда цена достигнет бесконечности, игра будет закончена. Сначала все будет очень-очень медленно, но кульминация будет мгновенной и произойдет буквально за одну ночь. Ничего на свете не убедит меня продать мой биткоин. Отлично сказано, даже добавить нечего. Именно поэтому Трамп, как он признался, владеет биткоинами и хочет, чтобы США владели биткоином. И он хочет, чтобы США никогда не продавали свои биткоины. Ты думаешь прогноз Майкла Сейлора в 13 миллионов долларов за монету к 2045-му? Это невероятно? Когда-то невероятно было услышать про биткоин за 90 тысяч долларов. Это немыслимая цифра. Немыслимая цена. Я до сих пор не могу поверить в то, что я вижу. Хотя я к этому был готов все эти годы. Что уже говорить про обычного юзера интернета, который никогда не интересовался криптовалютами и который не понимает природы биткоина. Пока что. Я помню те времена. В 2019 году ведущий CNBC назвал безумием совет Тома Ли инвестировать до 2% активов в биткоин за 5 тысяч долларов. Вы думаете, что это вообще не так? Субтитры сделал DimaTorzok Это было где-то вот здесь. Тогда даже 5000 долларов за биткоин казались чем-то потрясающим. Но посмотри, как это выглядит теперь. Теперь это не выглядит внушительно. Многие люди хотели бы сейчас купить по такой цене. Но скажи мне честно, если сейчас биткоин упадет с 90 тысяч до 5000 долларов, ты купишь его или нет? Вот почему микростратегии абсолютно плевать, где покупать биткоин. Зелеными точками обозначены моменты, где они покупали биткоин. И заметь, почти всегда они покупали его на пиках. Оба пика прошлого цикла были выкуплены микростратегией. Сегодня они сидят в прибыли на 10 миллиардов долларов. А Майкл Сейлор говорит, что нужно еще больше зеленых точек на этом графике. И они только что добавили такую точку. Микростратегия купила 27 200 биткоинов за 73 463 доллара за штуку. Им все равно. Может быть это пик этого цикла? Может быть это локальный пик? Без разницы. И не только микростратегию это не волнует. Бутан держит биткоинов на сумму более чем 30% своего ВВП. Потрясающе. Сенатор Синтия Ламес говорит, что в первые 100 дней президентства Трампа США сможет принять законопроект о стратегическом биткоин резерве. То есть Трамп получит обязанности президента после инаугурации 20 января 2025 года. И уже до апреля в США может быть биткоин резерв. Мы видим, как этот вирус распространяется все дальше и дальше. Принятие биткоина в качестве резервного актива шагает по планете. Вот еще один пример. ИИ-компания Genius Group принимает биткоин в качестве резерва и планирует купить биткоины на 120 миллионов долларов. И мы будем видеть это все чаще и чаще. Публичные компании, Майкрософт, страны, Китай, США все не будут покупать биткоин как резерв. Это происходит. То, о чем мы говорили все эти годы, то, во что никто не верил, кроме нас, происходит прямо сейчас. Я зафиксирую по плану. Я продам альткоины. Но какую-то часть биткоинов я не продам никогда. Меня зовут Богатей Шиди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok